Дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. Вопрос, тема наболевшая у всех, постоянно вопросы. Почему лист фиалки долго сидит, не дает деток? Мои причины, именно вот на наглядном примере, что стояли растения возле освещения, но не под лампами, осенне-зимний период и нехватка света. Что мы смотрим? Кто-то вообще не дал ни одной детки, вытянули черенки, естественно. А кто-то сейчас, спустя 6 месяцев, вот он просыпается и дает все-таки детки. Вот поднимается грунт и у нас идут детки. Есть зависимость сортов. Это тоже показатель, что не каждый сорт вам быстро начнет давать детки, даже под самым лучшим освещением. То есть ждем. Примерно 6 месяцев уже нет ничего. Значит, берем и осматриваем, что у нас внизу. Достаем. У нас хорошая корневая, отличная. Я здесь не полила специально, чтобы показать. И аккуратно открываем вот эту часть. Посмотреть так называемую пятку. То есть, может, лист там и думает, может, вы его посадили слишком низко. Сейчас проверим, где я его посадила. Нет, не низко. И смотрим. Если нет образования у нас зачатков деток, вот, что здесь происходит. Я уже не вижу ничего, что нам могло дать детку. Обрываем и смотрим. Вообще нет зачатков. То есть, сам лист растет, он удлиняется, ему все отлично, хорошо. Хотя бедный грунт, никаких подкормок. И он не дал нам ни одной детки, ни одного зачатка. И пятки, как таковой, нет. Вот иногда бывает такой нарост большой. Тоже показывала в видео. Но это будет вот прям, смотрите, заходите, так и назову видео, почему лист не дает детку. Что мы делаем? Снова обрезаем вот так коротко. Многие еще ошибаются и режут. Ну вот, срезают немножко, где прислали, там срезали чуть-чуть, подрезали и все. Нужно как можно 2,5 сантиметра сделать, не больше трех. Все, это мы сейчас снова сажаем. Смотрим на второй лист. Что у него происходит? Этот я полила. Не запутываться, потому что все еще можно исправить и попробовать. Иногда листья стреляют цветоносами. Это тоже был разобран вариант, что ни одной детки, одни цветоносы. Вот с третьего раза один сорт мне удалось вырастить. Сейчас растут детки уже. Так, ну вот она пятка, смотрите. Вот видите, нарост. Сейчас я обрываю. Нет, ни единого зачатка. Она как даже какие-то себе клубни делает. Но не делает фиалка, да, делает какой-то клубенек себе, наращивает пятку, так называемую. И ни одной детки у нее нет. А лист хороший, он живет. Ему все нравится, все хорошо. Так что это мы тоже подрезаем. Я режу наискось, чтобы детки выходили у нас вот в этой стороне листа. Не из-под листа, а в этой стороне. Бывает вот так. Открываешь лист и здесь маленькие-маленькие зародыши деток. Тоже вы где-то показывала, что лист тогда немножко приподнимаем наверх, чтобы детки, но детки не как бы из грунта не отряхиваем. Они все-таки сами должны пробиться. И особенно все это происходить в тепличках должно. То есть если у вас лист уже на свежем воздухе, а детки только пошли, то старайтесь этот листик все-таки поставить в тепличку, чтобы детки пробились. Подняли немножко, они пробились. Как раз видео, может я вставлю ссылочку, там где я вот новые мои в коллекции, дорогие листья укореняла. Я их светила хорошо. Я за ними ухаживала хорошо. То есть все максимально для них сделала. Все они давали детки, но тоже неравномерно. То есть я смотрела, что ага, зачаточки пошли. Значит подниму его чуть-чуть повыше, и он уже выпускает эти детки. А вот один лист мне не давал деток и стрелял цветоносами. Три раза переукоренялся нормально. Сейчас хороших 21 детка. Он стрелял 27 цветоносов, потом 21 детка. Сейчас посмотрим, как расцветут. И что будет дальше с этим сортом. Сортовая зависимость тоже есть. Так что, чтобы у нас хорошо росли детки сразу же, мы делаем подсветку хорошую. То есть у нас стоят контейнеры под подсветкой. 8 часов достаточно интенсивного света, интенсивного потока. Чтобы у нас закладывались детки, через полтора-два месяца они уже выпрыгивают. Если вы только не соблюдаете условия, что у вас освещения недостаточно в зимнее время, то вот такие результаты и получаются. Вот только пошла детка. Кто там? Ле Шанталь. Тоже сорт отличный, но может какому-то листу что-то не понравится. И вот он стрельнет вам то ли цветоносом, то ли какими-то клубнями наростами. Поэтому обрезайте. Он способен еще раз дать нам потомство. То есть листья фиалки можно даже 2-3 раза сажать. И он все-таки дает потомство. Если вы даже забрали потомство, снова срезали и снова он дает. А вот такие моменты, да, случаются, да, бывают. Что нужно делать? Вот отрезать, снова укоренить и снова ждать детки. Никак тут невозможно чем-то еще больше спастись, кроме изначальных. Изначальных наших. Как получили лист, подрезали, поставили под подсветочку, посадили неглубоко. Вот 5 миллиметриков ему нужно дать, чтобы он был в грунте. И быстренько детки пойдут. А так вот иногда бывают такие ситуации. И что? И сейчас покажу. Вот сорт РС Бездна. Очень капризненько он дает деток. Вот смотрите, поставил. Именно под подсветку сразу всех, вот они, через 3 месяца они начинают появляться. А иногда этот сорт через 6 месяцев не дает деток. Если будет стоять где-то без подсветки в глубине, вот каждый, каждый листик уже дает детке. Но вот только через 3 месяца, то есть не сразу. Так, этот вот повел себя так и все-таки все равно из-под листа сделал себе детку. Надо сейчас отклонить ее куда-то вбок, чтобы они шли. Вот освободить немножко. Грунт подняли. Здесь, наверное, 2-3, а то и 5 деток. Конечно, сложновато будет. Сейчас отсюда надо их вот поднимать немножко, отодвигать. Иначе они уперлись в этот лист. Надо их отсюда забирать. Забирать немножко, поднять. Лист не трогаем, ничего не режем. Иногда, да, вот. Есть смысл подрезать лист. Тоже наблюдала. Есть такое, что детки начинают идти. Но если они не пойдут, а у вас уже срезанный лист, то не будет деток. Они уже не смогут осилить. А когда вот смотрим, лист, чтобы сам лист не рос, вот сейчас в этом состоянии, выпрыгнули детки, можно подрезать лист, чтобы все питание шло деткам. Так, все, да, на этом больше, в принципе, не о чем рассказать, что берем и вот так поступаем. Все условия создаем. Все остальное, как говорится, на все воля Божья. Что сделает природа, что поможет нам сделать с этим листом, все я вам подсказала. Всем красивых цветов в доме и до новых встреч!